Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы посмотрим на какого персонажа, как огненные кулаки Люкан. Собственно, это очень топовый перс. Давайте я покажу вам его пассивку и то, что я на него напялил. Итак, давайте, загружайся, загружайся, не тормози. Итак, при входе в бой Люкан начинает двигаться быстрее и получает плюс 100% к урону от основных атак и плюс 25% шансу критического удара. На 5 секунд! Это бомба! Это просто охренительно! Собственно, второй спецприем. Кулаки мельницы накладывают огонь и рентген также накладывает огонь. Первый спецприем ничего не делает. Итак, собственно, смотрим, что еще у нас есть. Во-первых, значит, молот гнева эпический, 1 очко начальной силой, 20% бонуса к атаке и 30% повышения шанса критического удара. Также шлем шаокана, который дает нам 40% повышения шанса крит удара. 35% максимального бонуса к здоровью. И родная повязка дает 35% вероятности превращения основных атак в неблокируемый, то есть вместо блокбрейкера. Только для Люканов. Но, тем не менее, это очень круто. 45% бонус лечения и 20% к заряду силы. Тоже очень топово на самом деле. Итак, смотрим, что дальше у нас есть в команде. Что усилит еще нашего Люкана? Да, мы усилим еще нашего Люкана. А именно, дадим ему все мастера единоборств получают плюс 1 очко силы в отряде. И все критические удары мастеров единоборств в отряде наносят на 50% больше урона. И Кун Лао получает плюс 25% в вероятности на 10 критический удар. Ну, это понятно. Собственно, погнали драться. Бой в башне. Я уже немножко поиграл, но мы все равно сыграем сложную битву с вами. Погнали. Так, Джеки Брикс костюм, Сайракс Триборг, Бешенство Тигрогора. И смотрите, первый персонаж... А тут все персонажи 10-го слияния. Вот это будет жестко. То есть, это реально будет жестко. Смотрите, у них намного больше статов, чем у меня. Но сейчас вы увидите всю крутость нашего Люкана. Увидите, насколько он крут. Ну, давай, давай, грузи уже. Че так долго ждать приходится? Люкан на самом деле правда имба. Он очень силен. И сейчас вы... Сейчас вы в этом убедитесь. Погнали. Наконец-то загрузилась. Так, меняем сразу же на Люкана. Вы видели, сколько у него было здоровья? Блин, не успел. Блин, не успел использовать второй спецприем. Видели? Видели эту тему? Чисто второй спецприем ваншот. И вы думаете, первый спецприем... Фиговия. Не, нифига подобного. И первый спецприем дамажит... Дай боже. И насколько быстрый это персонаж. У меня правда подлагивает немного. Из-за того, что я только что играл. Но если вас не лагает, вам будет еще проще играть. Просто посмотрите на эти криты. И это без пассивки. То есть я не успел использовать все положительные стороны пассивки. Но даже при этом Люкан просто разуплотняет все и вся. Он офигенный. И он очень быстро накапливает силу. Очень быстро дерется. У него божественные удары и все в таком духе. Давайте я восполню эти штуки. Ой, какая неприятная против нас женщина играет. А именно Люкан Круга Тени. И вообще тут все персонажи алмазные. Но я думаю, мы справимся. Давайте я поставлю первым... Ну да, Кудзиня. Пусть Кудзинь отгребает за всех, так сказать. Перед Люканом. Он и неприятный персонаж. Очень неприятный, конечно, против нас. Потому что его еще прикол в том, что даже если мы сейчас с вами быстренько сменимся на Люкана, да? Каким-то образом, да? После всех его унижений нашего бедного Кудзиня. Кстати, прикольная такая команда получается. Люкан, Кун Лао и Кун Цинь. То есть, по сути, все они как-то исторически взаимосвязаны. Так, получаем, собственно, унижение на нашего прекрасного Кудзиня Шаолинь. Закидываем кровотечение на противника, меняемся. Ну, естественно, костяной щит. Ну, как же иначе-то? Как же могло быть без костяного щита? Давайте здесь первого будет достаточно. Ух ты, у него бессмертия нету. Это хорошо. Выходит Джонни Кейдж Охотник на Нежить. Его мы и разуплотняем вторым. Отлично. Ну и самый остался лоу-хпшный, я бы сказал, противник. Но не лоу-хпшный, лоу-атакишный. Давайте его первым добьем. Я думаю, второй нам не пригодится. Просто, просто жесть! Просто жесть! Просто вышел, всех убил. За пару секунд буквально, я не знаю. Насколько же ты, блин, чувак жесткий? Просто нереально жесткий Люкан. Это серьезно. Следующий бой. Фараон Ермак, Кобудзю Цутаня и классическая Мелина. Опять же, десятого слияния только у нас фараон. Ну да ладно. Причем вы можете ставить даже Люкана первым слотом, потому что у него очень быстрые комбо-атаки. Не обязательно им выходить и использовать его пассивку. Он сам по себе очень много урона вносит. Вы сами это видели. То есть даже без своей пассивки. А с пассивкой, так вообще там такой заоблачный урон, что хоть Шаокана выноси серьезно. С одного-второго спецприема. Если вообще не с первого. Так что это имба-перс. Давайте мы сразу сменимся и нанесем ему повышенный урон, так сказать. С помощью наших обычных атак. Просто у него 100 тысяч здоровья. И вы смотрите, сколько он наносит урона. Так, пошла жара. Ай, я пропустил. Моя вина. Давайте первым спецприемом добьем Ермака. Ну, попытаемся, точнее, добить, конечно. Только не умирай, пожалуйста. Спасибо. Интересно, а в блок сколько урона будет от второго спецприема? А, тут блок не сработал. Ну ладно, прощай, Люкан. А нет, не прощай, Люкан еще. Да что ж ты делаешь-то, а? У нас тоже бессмертие сработало справедливости ради, стоит это отметить. Не только у противника оно работает. Давайте мы рискнем и поменяемся сейчас на Люкана. Я понимаю, что мы можем отвалиться прямо сейчас, а можем и убить противника за пару секунд. Так, надо сейчас ударить и быстро смениться. Это важно. Чтобы она не отхилилась, а то она убьет и отхилится. Если что, сейчас мой персонаж сам атаковал. Я ничего не нажимал, серьезно. Отстань. Окей. Я пытался блок вообще прожать, а не атаковать противника сейчас. Давайте, следующий бой. Скорпион Ханзу Хазаши, еще больше здоровья и два алмазных персонажа десятого слияния. Нифига себе, честный называется бой. Ну окей, попытаемся затащить. У меня, возможно, сейчас игра залагала, и у меня просто блоки не ставятся, а вместо этого наносятся удары. Такое иногда бывает, это неприятно, но... Ладно, че уж, с этим как-то справимся, наверное. Погнали. Будем разуплотнять, залюкана продолжать. Потому что перс реально имбовый. Давайте сразу на него и сменимся. И смотрим на этот бешеный урон. Вы просто зацените этот урон! Этот урон! Этот дикий урон! Так, давай-ка ты не будешь в особенности выпендриваться, братан. Выходит десятого слияния Кану, и который отлетает от второго нашего спецприема. Вы просто посмотрите на этот урон, это просто жесть какая-то. И он соло, в соло все наносит. Давайте посмотрим на первого спецприема урон. Просто почти вынес. Первым спецприемом. О, у него воскрешение сработало. Давайте добьем ее все-таки. На, получай по башке. Благо у них нету бессмертия. Минус этого персонажа, если у противника есть бессмертие, либо же костяной щит, оно с очень большой вероятностью срабатывает, так как наносится много последовательных ударов уже после смерти, но противник еще не отлетает. И у нас финальный бой. Кстати, против того же самого Люка на огненные кулаки, старшего бога Кенши и Саб-Зиро Триборга. И у Саб-Зиро Триборга и старшего бога Кенши дофига здоровья. Ну ладно, попытаемся что-то сделать. Тут у нас, знаете, как сказать, чем дальше, тем более сильные противники против нас выступают с большим запасом здоровья. Но, опять же, для Люкана без разницы. Хоть у тебя 180, хоть у тебя 200 тысяч здоровья, если ты попал под второй спецприем усиленный критами и пассивкой Люкана, то тебе не выжить по-любому. Единственное, что тебя может спасти, это бессмертие, либо костяной щит. Это вот единственный минус Люкана. А так очень сильный перс. Давайте мы сразу сменимся на него. Сейчас мы, конечно, в блок ударим. Я что-то протопил немножко. Здесь. Ну, я еще один просто использую. Мне бы сейчас смениться, на самом деле, по-быстренькому. Потому что я не хочу получить истощение там какое-нибудь или типа того. Так, здесь надо использовать второй спецприем, иначе у меня противник начнет атаковать. Так, я не на того случайно нажал. Я хотел Люкана взять. Но что-то пошло не так. Сбиваем щиты. Дамажим. Меняемся на Люкана. И постараемся добить его вторым спецприемом. Правда, в блок. А нет, не в блок. Отлично. Очень быстрый перс. Так, истощение. Ну, неважно. Мы очень быстро накапливаем силу. Истощение у нас не очень сильно контрит. Ай, неприятно-то как. И добиваем, собственно, Кенши Старшего Бога через второй спецприем. Нифига себе, у него, конечно, сопротивление к критам. Да, у него неизвимость к критам. Это часть посевки Кенши. Вот, кстати, Кенши Старший Бог еще может как-то противодействовать Люкану. Но как-то, как вы заметили, не очень сильно. Все равно мы его быстро вынесли. Вот такой вот у нас Люкан. Очень быстрый персонаж. Это у меня еще подлагивает. Если у вас будет... У вас-то будет все нормально работать. Вам будет еще проще играть за Люкана. Это просто бомба. Это второй персонаж испытаний, который вышел вообще в игре. Он имеет мало статов. У него сейчас много статов. Только потому, что я накинул молот гнева и броню Шаокана. Ну, то есть шлем Шаокана. Но при этом он офигенный. Нет, серьезно. Это просто топовый перс. Даже без этих всех снаряжения всего этого он будет очень крут. Ну, давайте под конец перейдем, так сказать, к анпакингу небольшому за души и за монетки. Давайте мы откроем парочку наборов. Так. Нет, спасибо. Да-да-да, я очень понимаю вот это вот. И давайте откроем наборы снаряжения за 70 тысяч монет и наборы с душами. Так, наборы карт выбираем. И заодно еще откроем наборчик за бронзовый. Ладно, давайте открывать уже. Итак, первый набор. Бронзовый набор. Также до 1 250 000, пока у нас не останется меньше, чем 1 250 000 голды, мы будем открывать с вами наборы снаряжения за 70 тысяч монет в надежде выбить руку терминатора, респиратор кабала и бутылек с кровью для Джейд. Ой, для Скарлетт. Погнали. Первый набор. За 70 кусков. К сожалению, пусто. Ничего тут нету. Ну ладно, бывает. Я, кстати, выбил в башне Ленькуэ руку терминатора, но еще, по-моему, ни разу не выбивал рукой. Либо выбивал, но не на запись, через этот набор. Погнали. Следующий наборчик. Опять же, пусто, к сожалению. Не повезло. Но мне не везет на запись с этими наборами, сколько я их не открываю, никогда на запись мне не выпадает особо крутых вещей. Хотя, по-моему, один раз мне бутыль с кровью выпал, если я не ошибаюсь, и это было топово. Но он выпал, по-моему, в самом последнем паке, и уже после того, как я, по сути, не хотел больше паки открывать. Ну, здесь, опять же, пустота, к сожалению. Причем падают, знаете, обычные и необычные карточки. Не падают даже редкие, на удивление. Ну, там 15%, конечно, шанс не такой уж высокий, но, тем не менее, хотя бы одну там могли дать за эти три пака, или сколько мы уже их открыли. Два. Опять же, обычная. Необычная и обычная. И обычная карточка. Вообще, что-то ничего не падает. Даже обычные, знаете, редкие карты, что-то не валятся. Ну, еще один набор. Давай, давай. Нет, мол, от гнева мне не нужен, спасибо. Опять же, обычная карточка. Необычная карточка. О! Смотрите, каретка. Блин, я уже была, как будто обрадовался, что это рука Терминатора. Но потом я вспомнил, что это всего лишь рука Джеки Брикс. Ну, киберперчатка. К сожалению, блин. А я уже была, обрадовался, знаете, что рука Терминатора. Ну, да, это обычные наручи. Необычная катана. И обычный меч. Опять же, мусор. Но у нас еще есть пара пакетчей, поэтому давайте откроем их. И в конце откроем еще пак за души. У нас сейчас, кстати, скидон идет на новые пакетчи. Поэтому, если у вас нету этих персов, то я советую покупать именно наборы за 300 душ. Которые со скидоном. Так-то они 400 должны стоить. Если не больше. И последний пакетч открываем, скорее всего. Ну, если, конечно, нам два молота гнева сейчас не выпадет. Ну, обычная. Опять же, ничего не выпало. Печаль, тоска, несчастье. Грусть. Так, ладно. Давайте тогда откроем уже наборчик за, собственно... Набор Ассасин Скарлетт, который недавно добавили в игру. 400 тысяч... Фу ты, блин, какие 400 тысяч... 400 душ и шанс на Скарлетт Ассасин у нас здесь 4%. Алмазная Скарлетт Ассасин. Ну и два... На двух других персонажей по 3% шанс. В итоге 10% шанс на алмазку. Открываем. Мне нужна Скарлетт Ассасин. Хочу Скарлетт Ассасин. Ничего не знаю. Итак, смотрим, что там у нас внутри. Так, пакетч есть. Открываем. Так, это может быть Скарлетт Ассасин. Потому что у меня еще нет ее в коллекции. Она может быть без уголка. Надеюсь, что это не повторка. Итак, вы готовы? Скарлетт Ассасин, давай. Ну, блин, Кун Лау, кулак Шаулиня. Ну, ясно, понятно, короче, вот. Так вот, насчет чего я хотел сказать. Вот, герой Шаулиня. Пак со Скидоном. Так-то он должен стоить 440 душ, что ли. Плохо видно тут, зачеркнуто. В общем-то, очень крутой пак на самом деле. Потому что алмазный классический люкант 4%. Алмазный классический Рейден 5%. И алмазный Рейден Изнаджастис 2 5%. Все три персонажа очень мощные. Также есть шанс на Золотого Барайча, Золотого Бога Грома Рейдена, Золотого Люкана Огненные Кулаки, Золотого Кудзиня и Золотого Кун Лау. Ну, скорее всего, конечно же, больше процент шанс именно на обычных Золотых Персов. Но это того стоит все равно. Потому что очень большой шанс на алмазку. Выше, чем в том же паке Скарлетт Ассасин, который стоит на 100 душ больше. И сейчас вот только скидки во время Лунного Нового Года на этот пак. И потом они исчезнут. Либо же вообще исчезнет полностью пак, что скорее всего. Также есть еще Золотой набор МК-11. Но там только Золотые Персы, Алмазный набор Ударной Группы и Элитный набор Спецназов. Хотя я не вижу вообще различий между этими наборами. Давайте мы посмотрим. Может быть, они чем-то все-таки различаются. Алмазный спецназ... А, да. Тут может абсолютно любой спецназовец попасться. Алмазный, в том числе и Джакс, в том числе и, я не знаю, там другие какие-то спецназовцы алмазные. То есть не обязательно вот именно три этих Перса, которые изображены на превьюшке. И Ударной Группы. Он включает в себя именно вот этих трех Персов. Ударной Группы. 9% шанс выбить кого-то из них. По 3%, как я понимаю, на каждого. И есть еще один набор Ускорения Испытания Уровня Сложности Тарший Бог, который дает нам 5% шанс на Рейдена из Инжастис 2. А, подождите. Да, да, да. И 5% на Алмазного Классического Рейдена. Плюс идет 30% на Золотого Темного Рейдена. 30% на Золотого Рейдена из МК-11. Что очень высокий шанс на персонажа из МК-11. А Золотого Бога Грома Рейдена 30%. То есть, здесь, по сути, за 550 душ повышенную цену вы получаете и повышенный шанс на Алмазку. Потому что обычно, знаете, в обычном золотом паке за 400 душ идет 9%. Ну, здесь 10%, понимаете, на 1% меньше. Но вот сам факт того, что может выпасть 30% шансом Золотой Рейдена из МК-11. Это очень круто. Потому что даже вот, если мы возьмем набор с персонажами МК-11, да, которых можно выбить только из этих наборов. Здесь, ну, не только из этих, а из... Еще парочки можно, но там еще меньше шанс. Так вот, Золотой Кабал 6%, Золотая Джейд 6%, Золотой Рейдена из МК-11 всего 6%. То есть, в итоге, 18%, да, достаточно высокий шанс. Но, во-первых, очень дорого. 375 душ для золотых персов. Я бы, не знаю, там, по Скидону только покупал такие паки. Там, душ за 300 хотя бы. И то не факт. Потому что мне особо золотые персы не нужны. Но вот шанс на алмазную... Да, прошу прощения. Вовремя, вовремя. Ну, так или иначе, все равно мы будем уже сейчас заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр. И на этом типа все. Вот такой вот у нас алмазный люкан. Хватит мне звонить. Такой вот у нас мощный алмазный люкан. Да, Господи Иисусе. Все. Все, 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 все. Прошу прощения еще раз в 10 тысяч раз. Собственно, с вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Удачи. До скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока.